О чем я хотел бы вам сегодня рассказать? Начать я хотел бы с теми кондиционных проблем, которые я хотел бы посмотреть, которые заключаются в том, что... Так, это у нас... Это кондиционный проблем, которые на сегодняшний день стоят перед коммунностью. Ну и рассмотреть те решения, которые на сегодняшний день рассматриваются как основные пути разрешения вот этих проблем, о которых я буду говорить, и с этой точки зрения здесь, поскольку везде присутствующая программа, как раз есть очень большая возможность, очень хороший шанс, вызов для как раз девелоков, для программистской общественности. Ну и дальше я рассмотрю некие примеры, постараюсь демонстрировать те решения, которые здесь возможны на комплектных примерах. Вот, собственно, о чем я собираюсь рассказать. Так, начать я хочу с того, чтобы... Голосслуженный прокон. Значит, основная проблема вот нашего времени, которая стоит перед бизнесом, мы с вами занимаемся, и у нас не проблема, и у них нет, и у нас нет, поэтому надо понимать, какая экономика здесь и у нас стоит. Она выглядит в сторону государства. Это скорость. Скорость принятия решений, скорость адаптации компании, скорость адаптации государства. Насколько быстро та или иная организационная структура умеет аккредитаться на эти изменения во внешней среде, в которой она функционирует. Естественно, здесь IT-технологии, прежде всего, сетевые технологии составляют основу. Если мы посмотрим с вами, что такое на сегодняшний день компьютерная сеть, то это, конечно, уже не просто совокупность электронно-вышечных машин, соединенных каким-то каналом к связи. Это, на самом деле, набор сервисов, очень разнообразных сервисов. Позднее мы с вами посмотрим, как эти сервисы реализуются в современных сетях, которые находятся в том, что мы сегодня называем сетью, и пользователи сетевыми сервисами. Он считает, что вот этот совокупность сервисов и представляет для себя сеть, а не совокупность компьютеров с сетевым каналом. Если посмотреть, что происходит на сегодняшний день в мире телекоммуникации, то вот здесь вот достаточно кранко, выплачено, выплачены наиболее важные моменты. В чем они состоят? Это то, что происходит очень быстрое расстранение трафика, вот здесь как раз показано это, причем очень быстро растет трафик, который требует очень высокого качества. Управление качеством сервисов в компьютерных сетях одна и одна из самых важных мест. Вторая проблема – это то, что мы сегодняшний день бизнесом, в индустрии нарастает тенденция аутсорсов. Об этом говорят много, но сейчас наконец-то пришло и Российскую Федерацию, и большинство организаций стараются вынести свои IT-инфраструктуры в огне, а не содержать в себе весь прокурорный парк технического персонала и соответствующие инфраструктуры. Обращаю ваше внимание на взрывной рост мобильности, и на цитату, которую я взял от Дерека Шмидта, о том, что темпы роста трафика на сегодняшний день каковы, что они начинают обгонять те тенденции, которые были сформулированы Филдером в 70-е годы о темпах роста пропускной способности канала в компьютерных сетях. Если посмотреть с другой стороны на англитерные сети, что они представляют в себе, они являются чудовищно сложным объектом. Настолько сложно, что на сегодняшний день мы не можем гарантированно гарантировать калитное поведение в компьютерных сетях. Мы с вами это прекрасно знаем. Ну, в качестве примера я просто привел вам график количества RFC. Как вы знаете, RFC – это документы, которые определяют и формулируют стандарты де-факто, которые приведут к сети интернет. Вот обращаю ваше внимание на эту волну, которая идет по на расстоянии. Достаточно сказать, что только в современном интернете активно используются более 600 протоколов. И для того, чтобы выстроить эти протоколы некоторые согласовываются с почвой взаимодействующих программно-аппаратных средств, которые обладают высоким производительностью, обладают высоким уровнем безопасности и так далее, это на сегодняшний день большее существует. Если мы посмотрим, как устроен на сегодняшний день сеть провайдера, то мы с вами увидим, мы с вами увидим, что вот здесь у нас находятся так называемые офисы пользователей, это могут быть частные, это могут быть коммерческие структуры, есть соответствующая сеть доступа, и дальше у нас начинается, как видите, многочисленные так называемые программно-аппараты из SX, которые в сети называются Needlebox, которые реализуют целый ряд вот таких вот сервисов, о которых я уже говорил, таких как Detention Station, трансляция адресов, передача голосового трафика, передача мультимедиа услуг и так далее, и так далее, и так далее. Обращаю ваше внимание, что это все программно-аппаратные средства, причем программные компоненты не отдельно аппараты, это аппаратные компоненты стоят, вне зависимости от того, используется ли в данный момент эта услуга, эта ценность или не используется, она выжирает электроэнергия, она выделяет тепло со всеми вытекающими свойствами. Вот здесь как раз на этом слайде приведены примеры вот тех многочисленных Needlebox, о которых я сказал, в которых на сегодняшний день нагоднены наши с вами компьютерные сеты. И дальнейшее развитие сервиса помогло утреть классно-шинок-виза. Подребовалось, что вот это, кстати, пользователю провайдеру, а точнее пользователю провайдера, значит, заказывается у соответствующего вендора вот такая вот коробочка, по частям очень маленькая, и, значит, по истечении, как правило, нескольких месяцев появляется соответствующая решение. Значит, понятно, что так дальше сливаться нельзя. Ни электроэнергии не хватит, а самое главное, ростсложности от вам где уже такой, что гарантировать его поведение мы с вами не можем. Одно из путей развития, альтернативных путей развития кандидатов сетей на сегодняшний день рассматриваются так называемые программы конфигурированной сети. Собственно, это памятная. В чем заключается идея вот этих программных конфигурированных сетей? Прежде всего, идея заключается в том, чтобы отделить управление передачей данных от собственной передачи данных. Тот, кто занимался, подрастность, протоколами передачи данных, он знает, что, собственно, передача данных, управление передачей данных в протоколах выше канального уровня, они все переметены. В то же время, тот, кто занимался связью, он должен хорошо знать, что вот как раз в системах передачи данных, как правило, управление, оно вынесено в отделе, так называемой, сигнализации от, собственно, тракта данных. Но уже на уровне выше второго в компьютерных сетях все очень сильно переметено. Второй момент, на который следует обратить внимание, это то, что решение, которое было принято в 60-е годы, оно было принято под давлением, ведь мы с вами должны постоянно помнить, что интернет создавался с целью создания высоконадежной, живучей сети передачи данных. И решение было принято в пользу пакетной коммутации. Основной принцип пакетной коммутации это то, что каждый узел строит для каждого пакета самостоятельный машин. Пока сеть были маленькие, пока скорость передачи данных была невысока, это было нормально. Как только скорости возросли до мегабит-егабит, когда количество узлов стало исчисляться миллиардами, это стало слишком накладно. Каждый узел должен был решать две самостоятельные задачи. Одна очень тяжелая вычислительная задача, это расчет автоматического маршрута. Вторая задача — это реализация этого маршрута, собственно, задача коммутации. И вот если посмотреть, как выглядит классический маршрутизатор в современной сети, то каждый маршрутизатор в сети дублирует практически один и тот же набор протоколов, которые зашили просто-напросто вот в эту железную коробочку, у которой есть небольшое количество параметров, которые он может управлять организм. Но основным составом этих протоколов он управлять не может. Это, как правило, прерогатива дентра. Идея программно-конфигурируемых сидений заключается в том, чтобы убрать из этой коробочки все это программное распещение и не дублировать его каждый раз в каждой из этой коробочки. И саму коробочку сделать предельно простой, а весь этот интеллект, который сосредоточен в коробочке, собрать на неком отдельно стоящем сервере, который имеет специально выделенный протокол и канал связи по взаимодействию с этим коробочком. Программа «Принцип функционирования» здесь вот для тех, кто не очень знаком, это просто наоборот традиционные протоколы, например, протоколы маршрутизации. Тогда происходит следующее. Как только открывается какой-то поток данных, то есть провожение начинает передавать данные, первый же пакет данных попадает на такую коробочку. И эта коробочка пытается найти, есть ли у нее правило, как обрабатывать пакеты такого вида. Если она не может найти среди того набора правил, которые есть в этой коробочке соответствующего правила, то она, эта коробочка, передает ему по этому самому каналу заголовок этого пакета на так называемый контроль. Причем говоря, заголовок пакета, я имею в виду заголовок, который включает и канальный уровень, и сетевой уровень, и транспортный уровень, и, если нужно, уровень приложения. Тот, кто занимался обработкой сетевых пакетов, знает, что на решении целого ряда захватчиков, особенно, например, в области безопасности, чрезвычайно важно уметь обрабатывать сразу всю сортную заголовку, а не только строго по уровню, как это принято в классической сетевой уровневой модели взаимодействия этой системы. Значит, когда контроллер увидит вот такой поток, он в соответствии с тем программным обеспечением, интеллектором, который есть на контроле, он построит соответствующую систему правил, как нужно поступать с пакетами такого потока. И вот эту систему правил, он, вот по этому самому каналу, он задрузит в те коробочки, через которые должны проходить пакеты, то есть которые будут реализовывать соответствующий маршрут. Собственно, все очень просто. Вот здесь как раз приведен пример самого простого правила. Для этого используется ассоциативная память. Вот на предыдущем слайде, там была такая вот картиночка Тикамы, вот как раз ассоциативная память. То есть память, адресуемая не по адресу, а адресуемая по содержанию. Это ассоциативная память, которая работает в страничном алфамике, то есть 0,1 и звездочка. Это означает, что это 0, либо неизменно. Значит, вот пример такого правила о том, что если у нас есть в поле destination IP вот такая конфигурация, то выгинем соответствующий пакет соответствующих заголовок на первый блок. Ну, и на самом деле я не буду здесь останавливаться подробно на примерах этих правил. Есть своя система команд, то есть это посуществует специализированная память с очень небольшой системой команд, которая достаточно прост по своей организации. Это чрезвычайно важно. Например, это чрезвычайно важно для того, чтобы можно было удаленно, например, идентифицировать. Произошла обмена вашего коммуникатора такого образового деления? Это очень важно, например, для защиты инфраструктуры, сетевой инфраструктуры, например, в таких объектах, например, как аэропорта, где миллионы потоки, миллионные потоки пользователей, самые разные организации и так далее. Так вот, значит, происходит реализация того процесса, о котором я сказал, но сразу хочу отметить, что вот эти самые приложения, которые крутятся на этом самом контроле, мы их можем писать сами. Мы уже с вами независимы от венера, и мы с вами целиком полностью можем выстраивать ту политику коммуникации, те политики маршрутизации, балансировки нагрузки, агрегирование потоков данных и так далее, и так далее, управление ГОСом, то есть качеством сервиса и так далее, и так далее, вне зависимости от того, какой протокол туда забудет вендор. Ну, и здесь управляет всем этим интеллектом так называемая сетевая операционная система. Сетевая не в смысле 80-х годов, то есть операционная система составила протоколом, а это в полном смысле операционная система, которая управляет сетевыми объектами. Она управляет сетевыми контроллерами, она управляет карманными связями, свечами и так далее, и так далее, и так далее. Ну и вот, как я уже сказал, происходит в сети рассылка по вот этому самому OpenFlow протоколу, который на сегодняшний день является стандартом, на который уже существует на сегодняшний день, по-моему, 1.4 метра, по-моему, уже вышел и так далее. Ну вот, если, так сказать, развивать эту концепцию, то мы с вами приходим вот к такой архитектуре сети. То есть у нас с вами есть система контроллеров, взаимодействующих контроллеров, то есть каждый контроллер реализует вот такую централизованную control plane, плоскость управления, но на самом деле они могут физически состоять из нескольких таких близкостей, которые логически соединяются между собой и взаимодействованы, которые могут виртуализировать топологию сети и виртуализировать каналы и отображать должным образом на те, как сознательно написал, значит, ПГС-устройства, простейшие вот эти самые простое ПГС-устройства, которое обеспечивает, собственно, только реализацию политических коммутаций, и все остальное происходит вот здесь за счет тех приложений контроллера, которые работают над этим контроллером. Теперь я временно прерываю рассказ по программно-конфигурируемых сетях и перехожу к другой очень важной сущности – это так называемые виртуальные сетевые сервисы. Мы вам с вами только что говорили буквально 10 минут назад о мидлбоксах. Вот они еще раз, о, прошу прощения, вот они здесь как раз показаны, те самые мидлбоксы, которые несколько позднее были показаны. Я хочу обратить ваше внимание, что мы с вами в нашей практике уже сталкивались с вами с виртуализацией сервисов. Я хочу вам напомнить, что недавно, не так давно у нас с вами был отдельный калькулятор, у нас была пишущая машина, у нас был печатный станок, у нас был пасмельный аппарат. Это были четыре разные устройства. Ну, может, молодые люди и не застали этот период, но будет кто из этой аудитории, я в том числе, просто работал с этим устройством. Теперь все эти устройства заменил компьютер. Там есть просто программная реализация этих устройств. Все эти функции мы имеем в этом одном устройстве. Это и есть виртуальные сетевые сервисы. То есть мы с вами можем разделить программную начинку вот этих многочисленных устройств и просто-напросто реализовать эти сервисы программно и подгружать эти сервисы туда, тогда в таком количестве, сколько это требуется для соответствующей подработки данных. Почему мы этого не могли делать? Потому что мощность соответствующих сервиров и соответствующего аппаратного обеспечения была недостаточной. Но я обращаю ваше внимание, что за последние 30 месяцев в пять раз увеличилась производительность соответствующих процессоров. И скорость обработки в пакетах 250 миллионов пакетов в секунду. Вот такова скорость соответствующего процессора, соответствующего процессор решения. И если с этой точки теперь мы вернемся опять в картинке, как устроена сеть традиционного оператора, то в соответствии с концепцией виртуализации сетевых сервисов мы с вами должны сделать вот так. Мы должны с вами поставить систему серверов, на которую по необходимости мы с вами просто будем грузить виртуальные машины с соответствующими приложениями, которые реализуют необходимые нам сервисы в тех местах и в том количестве, которые востребованы в данный момент клиенту. Также обращаю ваше внимание, когда мы рассматривали с вами демилбокс, я сказал, что от момента возникновения необходимости такого сервера до его появления на рынке в лучшем случае уходили многие месяцы, иногда больше года. Что это означает? Это означает замораживание инвестиций с точки зрения бизнеса. Здесь это реализуется программно со всеми вытекающими отсюда последствиями, т.е. сокращение так называемого роя риториков инвесмента. И здесь мы, если это теперь объединительная концепция, то у нас с вами получается вот такая очень красивая картинка. Значит, у нас есть с вами управление соответствующими виртуальными машинами, реализующие соответствующие сервисы, у нас есть с вами ПТС-контроллер, который управляет соответствующей сетевой инфраструктурой, есть виртуализация сетевых ресурсов, вычислительных ресурсов и сторожей, и соответствующий набор сетевых сервисов, которые мы виртуализируем за счет вот как раз этого приложения. Ну и несколько заключений, несколько примеров. Ну например, если мы с вами хотим строить контент Delivery Network, то мы с вами могли бы использовать соответствующие виртуальные сервисы следующим образом. Если у нас есть какая-то группа пользователей, которые смотрят трансляции, то мы подгружаем необходимую для обслуживания этой группы пользователей виртуальный сервис на соответствующий сервис. Если у нас увеличивается количество таких групп, которые смотрят другие уже трансляции, какие-то другие мультимедиа демонстрации, то соответственно мы можем с вами динамично увеличивать количество вот этих самых виртуальных сетевых сервисов, подгружая их динамично и выгружая назад. Ну тоже мы можем с вами эти самые виртуальные сетевые сервисы устраивать в конверме, мы можем с вами выстраивать в цепочке, если нам нужно выполнять какую-то достаточно сложную обработку пакетом, но, например, в цели информационной безопасности, если это нам нужно, чтобы все наши пакеты проходили через некий процедуру deep patch inspection, которая там реализует некие свойства, проверяет некие свойства соответствующих пакетов. Какими свойствами должна, вот здесь как раз может быть наиболее интересный момент для разработчиков, какими же свойствами должна обладать платформа, которая для реализации вот этих вот виртуальных сетевых сервисов. Внешне она выглядит, архитектура ее, то есть здесь у нас пул как раз вот этих самых виртуальных сервисов, программных объектов, набор виртуальных машин, есть виртуальный коммутатор, программно реализованный, так называемый open switch, есть высокоскоростной канал тракта передачи данных в сети и сети, которые не могут обращать ваше внимание стандартных протоколов операционной системы. Значит, эта платформа должна реализовывать некоместное виртуальное обрушение. Значит, подробно об этом, я думаю, как будет рассказано в докладе Виталии Антонина, который, казалось бы, по заглавию, позднее я покажу слайд с заглавием этого, но вот там как раз он будет касаться, я надеюсь, этой техники. Нам необходим высокопроизводительный и настраиваемый виртуальный коммутатор. Что это означает? Это означает, что вот этот самый виртуальный коммутатор должен быть специально заточен на оптимальное и эффективное взаимодействие с ВИЭМами и с их сетевыми интерфейсами. Нам нужен высокоэффективный скоростной сетевой стенд. Позднее я покажу, что вот такие примеры уже есть на сегодняшний день, они есть в open-source. Вы можете их скачать или вы можете их пользоваться. Подробно об этом будет рассказано завтра, будет выступать Александр Шалимов, я покажу его доклад. Назвали его. Это лендер-заводчик этой платформы, о которой я позднее скажу. Ну и необходимо нам специализированное аппаратное обеспечение. Ну, например, необходимы на ней сетевые адаптеры, доступ в адресное пространство которых мы имели бы через user space наших приложений. Ну, вот пример такой платформы является пакет DPDK, который в декабре 2012 года был компанией Intel. Наш предпринимал как раз активное участие в разработке этого пакета. Вот здесь как раз вы видите к сету, откуда можно скачать. Просто на выпуске этого пакета в декабре он был объявлен open-source. На сегодняшний день. Ну, вот здесь представлены основные его характеристики. Я не думаю, что я буду тратить время на то, чтобы их зачитывать. Здесь, мне кажется, любому разработчику достаточно все понятно. То есть, прошу прощения, страницы большого размера. Размещение объектов формамерта имеется в виду. Функции этого пакета обеспечивают такое размещение программных объектов памяти, чтобы обеспечить максимально быстрый по скорости доступа размещения. Ну, например, распределение по банкам памяти, с тем, чтобы выбор пошла проллельно. Использование векторных инструкций, ну, и так далее, и так далее. Ну, вот здесь представлены, так сказать, данные, которые получены нами на соответствующей тестовой установке. Обращаю ваше внимание, что, если мы возьмем стандартный Office Switch, то физическая среда не более 1,1 миллионов пакетов в секунду. Виртуальная машина, физическая среда — 0,3 миллиона пакетов в секунду. Виртуальная машина, виртуальная машина — 0,3 миллиона пакетов в секунду. С DBDK мы получаем, как видите, на порядок лучшие данные. Но, естественно, DBDK, он заточен на особенности инфорской платформы. Хотя есть другое open-source средство, оно называется NetMap, которое не столь является бедр-записимая, как в Intel, оно тоже является open-source. Но по эффективности оно несколько проигрывает DBDK. Ну, вот как раз те названия докладов, о которых я вам говорил. Доклад сегодня был от Виталия Антоненко. Хотя он касается нового подхода к моделированию компьютерных сетей, но там активно используется так называемая легкая виртуализация, техника легкой виртуализации, и он является профи в этих вопросах. Ну, а завтра, вот, 10.25, Александр Шалимов — это один из основных разработчиков DBDK, поэтому, если у кого-то будет интересность, вы можете ей помочь в любом детальности. В качестве заключения, то есть, на что я хотел бы обратить внимание, чтобы у вас осела в головах, то, что идет технология, которая открывает совершенно новые возможности для программистов, для разработчиков. Подобно тому, как смартфоны, как iPad, iPhone открыли совершенно новый сегмент для разработки программного обеспечения, для мобильных устройств. То же самое сейчас начинается волна, открывающая новый сегмент для программной разработки — это вот как раз виртуальные сетевые сервисы и приложения для подобных контроллеров сетевых операционных систем. И закончить я бы с недавно хотел одним анекдотом. В Одессе прохожие спрашивают у прохожих, скажите, пожалуйста, если я пойду по этой улице, он будет стоять по-заму? Поэтому я обращаю ваше внимание, что вот эта линия, она на сегодняшний день, это как бы не мое личное мнение, это заявление всех ведущих операторов, уровней Google, Amazon, Deutsche Telekom, British Telekom, Huawei и так далее и так далее. То есть это на сегодняшний день технология, которая начинает активно абсортироваться индустрией. Поэтому, если вы будете достаточно активны, то вы можете создать что-то свое и предложить. У меня все, спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос такой. И получится ли так, что накладные расходы актуализации будут превышать, собственно, время улучшения того же маршрута? Ну, в самом простом случае, если взять пару контролей роутера, то на роутере в каком-то определенном случае может оказаться такое количество правил, в том, что время выборки плюс запрос на перекладывательском контроле будет превышать по времени, а потом желательно двигаться. Должен вас успокоить? Нет. Значит, в нашем центре прикладных исследований, которое представляет ископовский проект, в Центре прикладных исследований компьютерных сетей, нами было проведено исследование сети контролеров, которые есть на сегодняшний день. Значит, должен вам сказать, что ЭНН, это, что называется, не только решение в смысле промышленного применения, но даже у них задержка на открытие нового потока, она исчисляется десятку миллисекунд. Поэтому в такой производительности, если мы, как бы, приложим больше усилий с точки зрения вырезанности использования технологии, ускоренного вот этого трапа и соответствующей аппаратуры скоростной, то эти величины, я думаю, они сопротивлятся там. Вполне приемлемая задержка. А после этого все будет зависеть от скорострельности вашего контента. Спасибо. Есть, есть. Пожалуйста. Маленький вопрос хотел уточнить определение. Вот вы говорите, виртуальные сетевые сервисы. Вот у меня показалось, что это сервисы запущены в виртуальных машин. Или что-то еще есть к этому дополнительно? Нет, 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 вы абсолютно правы. То есть это сервисы, запущенные на виртуальных машинах, которые динамически оркестрироваются. Ну это те же самые сервисы, только виртуальные. Да, совершенно верно. Абсолютно правильно. То есть это чисто программно реализованные сервисы. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, ваши исследования в вашем центре доступны где-нибудь? Да, если вы зайдете вот на этот сайт, то вы увидите все наши научно-исследовательские проекты. Там есть базы знаний, где собраны практически все известные нам материалы по программно-контегулируемым сетям и так называемых network function virtualization . Собраны наши публикации, результаты этих исследований, по сравнению контроллеров, милости просим, также расписание семинаров, которые у нас проходят периодически, где рассматриваются различные решения. Спасибо. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а ваши исследования каким-либо образом созвучны достаточно популярные системы DPI? Если вы обратили внимание, у меня на как раз слайдах, посвященных виртуальным системам сервисов, как раз и присутствовала эта аббревиатура. На самом деле DPI – это очень широкая область, которая используется и для управления качеством сервисов, но также она очень активно используется для информационной безопасности. Например, самый эффективный способ предотвращения распространения вредоносного программного обеспечения – это его обнаружение на этапе его транспорта. Когда мы ее посетим? То есть для этой цели как раз применяются специализированные вот такие митлбоксы, которые осуществляют анализ не только заголовков, но и пейлоков, пакет. И эта техника тоже у нас развивается и имеет применение. Спасибо. Можно я эту вопросу дам? У вас в докладе было написано, что это новый вызов разработчиков. А в чем это вызов? Потому что это другие технологии, как реагировать или по-другому? В чем вызов это состоит? Возовь состоит в том, что это совершенно новый объект для разработчиков. Потому что, как правило, он в таком массовом порядке. Этот уровень по существу… Может быть, я ошибаюсь, но я могу сказать, что я преподаю в Московском университете. Когда я был студентом, для нас нормально было написать трайвер. То есть устройство, которое находится на стыке железа для операционной системы. Сейчас найти специалиста, который умеет писать такой софт – это огромная проблема. То программное обеспечение, о котором я говорил – это программное обеспечение системного уровня. И те технологии, например, DPTK, их тоже нужно уметь. Для того, чтобы уже был вопрос по производительности, мы не успеем раскачивать. От этого очень сильно зависит качество кода, который мы будем. Я проясню за вопрос. Когда таких сетей не было, мы использовали стандартные мужетизаторы. Там были протоколы мужетизации, там были сервисы типа НАТО еще какие-то. Давайте посмотрим, сколько всего было написано в протоколах мужетизаций. Их там меньше 15. Сколько было службы без знаков на фондах? НАТО, ПРОНО. Это не узкие спектры, что там будет. Один раз он напишет. Больше не потребуется. Это не вызов разработчиков. Это просто нужно взять новый слой системного уровня, один раз, но не системного уровня. Ну, я должен вам разочаровать протоколов мужетизации 1 и 15. Используемых меньше 15. Используемых много больше. Например, сколько, по-вашему, существует протокол в ТСП? Еще раз. В ТСП? Да. Стандарт 1 и плюс решения, которые в обществе реализуют. Я должен сказать, на сегодняшний день их более 20. Все зависит от того, как реализовано управление перевозкой в ТСП. То же самое и здесь. То есть, на самом деле, для реализации, например, той же самой маршрутизации управления ГОСом, например, на сегодняшний день у нас очень сильно ограничено управление ГОСом, особенно если мы идем через White Area Network. На сегодняшний день у нас нет протокола, который позволил бы нам гарантировать соответствующие задержки. Нет способа, который не позволил бы White Area Network оценить end-to-end delay сквозную задержку. Такая статура в ТСП можно использовать. Совершенно правильно. Вот как раз эти сети позволяют вам это делать, и отсюда новый протокол маршрутизации. Вторая тенденция в области протокола маршрутизации – это, если раньше мы что-то с пастфел использовали, да, алгоритм действия известных, то на самом деле на сегодняшний день, в силу размера сетей, на это никто не идет. И тут нам около оптимальный. То есть выделяется время расчета маршрута, и вот то, что вы успеете рассчитать в это время, это и считается оптимальным маршрутом. Хотя он далеко не оптимальный. Сейчас на смену этим протоколам идет новая волна, это так называемая мультипассная протокол, которая позволяет многопоточный протокол. То есть на самом деле на эту тему можно говорить много. В какой стадии находится синоксизация API для конечных устройств? Спасибо, это очень хороший вопрос. Значит, API, их несколько так называемых northbound, southbound, то есть API со стороны приложения для приложения над контроллером, и интерфейс, через который контроллер взаимодействует со свечами и так далее. Значит, в этой части как раз в положении обстоит более-менее многопоточного существует спецификация OpenFlow, хотя она подвергается пересмотрам как минимум раз в два. А вот что касается northbound и API, этот вопрос открыт. Это, я уже сказал, 20 контроллеров. То есть существует угарный консовой API, и здесь еще предстоит очень много правил. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова